Вот мужик, два мужика, две павлы, а три мужика, блять, нихуй поймешь вообще. Короче, тут 50 на 50, непонятно. 50 на 50, павла. Скорее всего, они не курят, скорее всего. Там еще шкидник какой-то. Скорее всего, они не курят. Ну, я ставлю на это... Я думаю, что они выйдут, там, айкос, вот такая. Ставлю на это куртку Глебу, что они дадут. Куртку Глеба. Думаешь, не ток? И так, как обычно, легчайший предикт для меня. Я хуев, все так хуев, да? Слушай, Андрюх. Это было... Я приди и делал, что они... Не только пишут, что Глеб сейчас грустный, ему нужно купить мороженое. Что можешь? Не ток, ну, 80 рублей закинем мороженое, купим. И Паше мороженое. Какому, блять, Паше? Блять, может, еще Никите? Какой Паша, блять? А Паша-то как купить-то, блять? Вы че, дураки? Ну, дураки. А Паша-то никак не купить, блять. Я алкоголик и придурак. Короче, пишут, что на 80 рублей он не настолько грустный. Кто? Не ток пишут, что 80 рублей он не настолько грустный. А на сколько грустный? Понятно. Ну... Че сказали? Ничего. Не ток, на сколько получается? Там 20 рублей, 15. На сколько? Я сказал, извините, у вас дорогие дамы. И мужичины. Все понятно, уже проебался. Да? А, в Мак замороженую хряком, там по 25 рублей. Или 30. Кстати, отличная идея. А я щас на красный прошел. Одни, я выбираю другие. Ну давай, выбирай, кому ты хочешь. Я к тебе. А я никому, потому что я всегда не буду. Блять, сейчас выбирать некому. Ну, эти мы не дадут. Ну, они мы не дадут. Они вообще заигнорили. К челам с коляской вообще подходить толку ноль. Ну, просто дебил. Нихуя ему съеду. Привет, я Глеб. Пожалуйста, дайте мне носить. Ну, сигаретку очень нужно. То есть, я хочу штучку одну, пожалуйста, блин. Куда ты бежишь, что ли? Ты че? Че, че, Глеб? Никто не дал. Ну, может, есть в этом причина. Знаешь, Глеб, во всем есть свои при... Блять. Ну, куда, блять. Спасибо большое. Может, Никита будет просить теперь. Никита успеет еще попросить. По вашему Глебу, блять. Ебать, я реально... Я как какой-то орел, блять. Я просто всматриваюсь в людей и вижу, которые даст на сигареты. А мне никто. Мне на районе все дают. Глеб, кепку с ними... Смотри, вот толпа идет. Вот у них можно стрелять нормально. Вот так, ну... У меня на районе все дают. Подожди, стой. Дай я в них смотрюсь, в них псих... В их психотипы. Ну, как? Ух, блять, тяжелая карма у них, сука. Попадут в ад этот, сто процентов. Гляб, Текстюш, написала, что ты теперь красив... О, а теперь опять ебища. Мне похуй. Почему? Вон сзади, смотри. Иди стреливо, они не дадут. Сто процентов дают. Пожалуйста. Что требуется сказать? Ты, блять, харяк... Вот эти вот щелы. Давай. Десять процентов шансов, что они дадут. Десять процентов. Давай. Глеб не прогнулся под Ксюшу, мужик. Такой под каблуком не будет. А! Ну да. Андрюх. Датчики облажались. Кто облажался? Датчики, датчики. Какие датчики? Я сказал, десять процентов шансов, что они дадут. А, я не слышал просто. Я просто это сканировал, я, блин, думал, что скан взялся. Нет, Глеб говорит, иди к ним. Извини, Андрюх, пожалуйста. Пойдем уже. Пошли. Ммм, блин. Нет, знаешь, я просто... Вот, дикнимый, это будет сто процентов стояло, потому что это четыре, где-то семь. Да мне не похуй, я как-то семь перехожу. А, нет, я с тобой согласен. Просто запрос в том, я думал, мы хотим с тобой конца, все, но... Ты-ты-ты-ты-ты-ринг. Нет, просто вот эти, смотри, вот эти. Не дадут, сто процентов даю. Не дадут, сто процентов, блядь, сто. Ладно. Ну... Объебался молодой члену Глеба под губой рабочих Прошу прощения, господи, что я несу? Рабочих 100% дадут рабочих Ну опять же, если они не очень заняты Типа они, у них есть сигары, но не факт, что они дадут, потому что они ебать мне вообще делают Типа они просто могут быть заняты и его нахуй пошлют Бля, что он делает там? Может устроиться хочется? Я не понимаю Я вообще хуй пойму Куда он, блядь, пошел? В КамАЗ? Привет, Даня Семен Ты видишь, что он делает, блядь? Блядь, там вопросы решает, что ли, или что? Ну да, в бригаду реально там Так, а у меня есть вариант Ха-ха, дали, дали, дали Пососал, пососал, пососал Дракт на Глебе, пососал Ну Глеб опять пососал Ну прям заглотил, я не знаю, ну то есть Смотри, или у меня лицо неправильное Кикик, ой, Глеб Я не знаю, они мне не дали Иди у тебя к вопросу, они мне дали только что у Китова Вон там? У тебя просто ебало Смотри, смотри, а ему сейчас не дадут Скики уже цебареток спрашивают Ну да хуя, 16 примерно Две из них Глебины А, то есть То есть почти 20, да? Ебать, слушай, я жопу вижу А че такое, Глеб? Глеб, да, сука, жопу Шланг ёбаный Не, 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 не хочу такое снимать Не, 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 там просто жопа голая была Из-за этого я не буду снимать Там, там, да, там Они опять садятся, там прям жопа голая Там голая, блядь, я не буду снимать Я посмотрел на голую девчачью жопу Мне прям хорошо стало Хуя Слышь? Блядь, Глеб завидует Да я просто сказал, типа, дайте пугли Валер, так с красной там, все нормально Ну а че тебе запалили? Ничего Пойдем я еще прошу Спроси Пойдем вдвоем, пойдем Нет, я вдвоем не пойду Потому что ссыфунчик я не пойду, нет, я тебе сказал Андрей, ну они меня видели, да А, меня не видели? Нет, все, пошли дальше дальше Сука, пиздюнчик Нет, они не пиздюнчик, они фоткаются, они не дают больше А, они больше, потому что они не фоткаются, да? Ну давай попробуй Пойдем вдвоем Нет, я пока не пойду, я умру, что они не дают Да какая разница, это просто смешно будет Можете, кстати, не тегать, когда мы на телефоне На телефоне все равно тег не видно, когда тегаете Вот эти вот потяги чистуют Почему? Они удали Пойдись в Россию Пойдись в Россию А, пол первого Блё, а что это? Подожди, а ты видел? Жопу видел? Нет Ебать, слышь, Никит? Ты, Глеб, жопу не видел? Ну, конечно, да А ты видел, Никит? Да, да мне похуй Они вот, девчонки сели на лавочку фоткаться Юбочками, и мы жопу с Никитой увидели Иди к мужику подойди Зачем они не дадут? Ну ладно Я увидел голую жопу в стрингах Ну или не в стрингах, но там чё-то натягивало Ебать совсем, там маленькая тряпочка такая Да там такая, знаешь, честно Чё, Глеб, нравится, да? Шесть Девочки в трусиках Ну, щас бы, щас бы посмотреть голую Двенадцать Ну да Пятнадцать сигарет Пятнадцать сигарет настрояли Две из них Глеба Еще пять Три Три из них, Глеб, блин Три, Глеб Да я не знаю, не норове не все Ну, блядь Ну, блядь, зла Я... 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 Потому что надо людей видеть насквозь, блядь, смотришь в них, блядь, вот так вот, блядь. Не знаю. Ещё пять. Знаешь, смотри, короче, там вот эти вот два парня и две девочки. Я тебе говорю, вот, блядь, 90% шанс, что это два школьника и две шлюхи. Не, не только, не переживай, мы не дали Глебу жопу смотреть. Не-не-не, не переживай, не только, реально. Кто зашёл, я забыл. Не только. А, ну ладно, похуй. А, похуй, да? А кто в любви признавался? А в любви кто? Кто в любви? Когда Глебу в начале месяца пришла зарплата, Камон первому знал. А, да-да-да, кстати, а в любви кто признавался? Кто я тебя люблю написал? Нет, я... Кто-кто-кто? Похуеваю с того, что как вы меня кринжуете, ну ладно. Он написал, я тебя люблю, Глеб, я писал. Не, классно, короче, нам пять сигарет осталось. А, вот смотри, и теперь как они фоткаются, школьники, ебаные, блядь. Я, в принципе, ну, похуй, ладно. Ну ты кринжуешь, блядь. Нет, ты кринжуешь. А, ты, наверное... Я понял. Да, то есть как бы я... Короче, срочно, вот прям максимально срочно, надо 11 айфон. Вы спросят, зачем? Потому что будет ширик здесь, и с этой стороны тоже ширик будет. И еще связь будет лучше ловить. У Глеба, кстати, очко тоже ширик. Да. Именно так. Это так? Да, это так. И это Биг Мак. Ууууу. Биг мак сэээ на цикин на ноууууу. Глеб, уйдем мы раз за 30 рублей покупать. А тебя че, там и где? Дома, да? Ты че, блядь, дурак, мы его проебали. Стабилизатор? У нас нет стабилизатора, у нас... Я стабик не брал сегодня, потому что... Потому что я думал, что будет жесть, люто. Что ты не спросил? Это не стабик, все нормально. Я хочу пойти поесть. Я куплю тебе, Глеб, пойдем. Нет, ну ладно, пошли. Хочу пойти поесть. Я сейчас... Я, кстати, знаешь, из чего увидел? Я сейчас увидел женскую попу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. 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 Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я обосрался. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Тихо, которые стоят. Открыли, бучок дали тебе, дурак. Да похуй, почти. Ещё раз. Ты, конечно, не дадут, кто я. Смотри, вот там сейчас дорога стоит. А, ты что, пойдём? Ой, блядь. Мы их брали уже. Ну, а, да? Ну, значит, я, ну, ничего, долбоёб просто, блядь. Просто посмотри на него. Ты видел? Ты видел? Она факт показала. Одна из них. Не понял. А здесь у вас не будете говорить? Я у них просил, блядь. Я знаю, блядь. Я у них просил. И знаешь, что они сказали? Ты что, блядь, охуил? Реально? А я сказал, извините, у нас челлендж 20 сигарет. Пойдём, пойдём, пойдём. Нет, нет, не надо, не надо, Андрей. Когда Андрей в конце говорит, дай бог вам здоровья, это пес Кринджова, как цыганка. Не только написала. Ну, так ничего. Цыгане отличные ребята. Давай тут постоим, да? Тут вообще просто. Золотые жилы. Блядь, Литок, ну не тебе судить. Ну, золотая жила здесь вообще. С твоими раэлстримами не так, ну. О-о-о-о. Бегать от мальчиков, которые хотят познакомить. Так Лёша так же делал. Бегать от Мичелана. Да нет, всё, подожди. Тут золотая жила, ждём здесь. Да нихуя тут нет жила никакой. Да мы взяли уже сколько здесь? Шесть сигарет. Сколько тут цигарок? Сдухуя вообще. Сколько? Так, пять. Сейчас я их разложу нормально. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Андрей, умеет считать? Семнадцать, восемнадцать. Чего? Я сказал, Греба, что ты считать умеешь. А, ну всё, мы почему нас собирали? Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Не напоминаете про шестьдесятнего мальчика, Плис, очень стыдно. По шестьдесятнего мальчика? Который подошёл, да. Тогда не шестнадцатилетний мальчика. Тогда начинаем хуил. Я у мамы спитил сигаретку. Ты, а, вор. А, нет, нет. Ясно, блядь. Как у меня называется? Зажигалка, Глеб. Зажигалку. Я спитил у мамы. О, награду заполняет челленджа, двадцать восемь рублей. Нет, не спитил. Не спитил. Спасибо, Пиписюлькин. Давайте, два, Валер, давай двадцать восемь. Я выполнил твой челлендж, братан. Он уже скинул, так что. Только что, реально? Да, Валер. А, да надо было? Да, да, да. Блядь, звук выключен был. Блядь, звук был выключен. Сори, сори. Там двадцать одна. Спасибо, Валер. Там двадцать одна. Да, одну можно. Дай мне одну. Я успел видеть. Не, не тонкую. Это чаще всего не вижу. А, извините, у вас не будет сигареты? А хотите сигарету? Закурить. Ну, ладно. Блядь, дай мне толстую. Мальбору, вот эту жёлтую, дай? Да, видите, сейчас самую. Толстую, да, Глеб? Подписи, я тебе сейчас самую жирную дам. Просто жирную. Просто пиздец. Эти жирные хуй сейчас дам. А, тогда ты взял, мы себе дали. Хотелось сигарету? Нет. Точно? Ну всё. А теперь у нас новый челленд. Какой? Короче, раздать. Давай, я тонкую. Блин, я тоже хочу пораздавать. Мне скучно уже. Да, давай раздавать. Ну, ты какая, вроде же ебучая. Давай я буду. Ну, если ты будешь держать, тебя всегда токсит, дурака. Ты видишь, в чём прикол? Глеба у меня так никогда не закурил, потому что мне не доверяют. А я доверяю Глебу. Почему я здесь закурил? Глеб мой брат. Он меня не считает братом, но это факт. Он никогда бы так не закурил. Никогда. Да почему, блядь? Это факт. Ебать мы настояли. Кто мы, Андрей? Андрей я настрелял. А сколько я настрелял? В 4, да, там? В 4, в 5? Нет, ну, в 6 где-то, в 6. Ебать, у меня на районе все дают. Просто абсолютно все. Как ты сработал? Кто тебе дает, Глеб? Ну, пацаны, кайфуем, кайфы, кайфы, кайфуем. Кайфы, кайфы, кайфуем. Нет, это смешно, блядь. Чел, короче, слышишь? Чел, короче, блядь, на велике катается, блядь, и реально на колонке включает эту хуйню. Я понимаю, в диджея бы заказали, блядь, чел реально мне хуйня. Я хуею, блядь, вообще, блядь. Дурак он получается, да? Нет, блядь. Вон там вот... Нет, на самом деле... А тут можно курить? Нет. На самом деле обидно то, что... Типа я на районе стреляю, мне все хорошо, а здесь это прям... Типа я на районе стреляю, блядь, 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 блядь. Снимай, снимай, пожалуйста, я тебя прошу, снимай. Да, все, он в тюрьму ест. Я поехал на нары, я клеп, я долбоеб. Че? Нельзя курить. А ты уточнил? Да, сигарет в зубах. Тогда дай мне какой-нибудь курить. Ой, подожди, это не та. Эх. Это, кстати, моя барана. А, Рустам написал, она меня повязала, слышишь? Да, это самое. А Рустам написал, она. То есть он напиздел? Они две выше были, они высокие были. Это коротышка, блядь, полторашка, ебаная. Давай. Добрый день, курение положено в месте. Страф 2000 рублей, если не ошибаюсь. У меня есть и что, сейчас тушняк. А сколько? Вот это, слушай, а сколько штраф закурили? Пом, две. Тысяча, пом, две. Нет, не 500, не 500, не 500, не 500, не 500, не 500, не 500. Блин, скиньте, пожалуйста, сколько? Это крепко, это что вы там? Это Винстон, вот у меня прям жжет пиздец. Винстон и Иксэс. Дай попробую, один на фон. Вот у меня прям жжет. Сейчас Глеб скажет. Ммм, хуиня. У меня прям жжет. Ну если 500 в СПБ, значит в Москве столько, в России же одинаковые. Ну я не знаю, но у меня... А, кстати, штраф за шашлык пришел? А? Штраф за шашлык пришел, штраф? В 18 часов уже 24-й, да? Угу. Ну придет через пару дней. А где мои часы, блядь? Надеюсь, что будет 4К. Ну где-нибудь. Надеюсь, дома. Бля, короче, мне очень нравится челлендж, давайте, короче, до дома пойдем пешком. И по пути настреляем сигарет в стол. Блядь. Блядь. Ну это прям полный рюкзак сигарет. Я пошел. На все приехал. Да, ты пришел ты, блядь. Отдавай мне вот. Как, блядь, это работает? Не, знаете, ну вот все эти челы, которые говорят, что мы не курят, я правда надеюсь, что они не курят, потому что молодцы. Вот большая процент людей реально не курят. Я тоже не курю. Молодцы. Иди, блядь, там дадут. Я отвечаю. Иди, там дадут. Ладно, ладно, я тебе верю. Да нет, да я верю тебе. Иди, там дадут, блядь. Ты что, дурак, Глеб? Объясни, блядь, Глеб. Ему не дадут, потому что они идут вейп курят. Это стрим. Слушайте, я очень рад. Там вскрытая камера, там вскрытая камера. Йоу, Никитос, давай, залетай. У него, самое смешное, его Никитос забрал. Вы Никитос? Вы все Никитосы? Нет, я Никитос, он Никитос. О, Никитос. Я Никита. Спасибо. Я Никита. Ты тоже Никита? Да. Охуеть. Ебать все, Никита. Эй, цепь на мне, су, клаве, сотни тысяч на БКВ, сотни су хотят ко мне, как дела, как дела, это новый, как дела, дело деньги, дело деньги, дело деньги, блядь, вот так. Андрюха, может это, пау, 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 пау. Вот это, очкарик, ебанный? Очказавр, ебанный, блядь, панильтер. Ну, по факту. Не, я вот увидел в этой компании, короче, это реально, смотри, идем, я, ты, ну, я, ты, Леха и Милана. Это прям факт. А, Милана чисто. Хорошо, что меня нет. Блядь, не надо, не надо, вы че, блядь, вы че, блядь, не надо, не надо. Хорошо, что меня, Андрюха, там нет, реально, то есть я рад. Отель, ты дома отдыхаешь. Ну, отлично, я загораю. Пошли в отель, пошли в отель. Какой отель, долбоеб? Это Гум. Это Гум. Блин, дурак в Гуме не был ни разу. Подожди. Че? Президентский отель? Фос-сизон? Нет, нет, нет. Мы на поле, помнишь, ты играл? Не, помню. Как там называется? Там три отеля. Три отеля? Не знаю, я не вспоминал, я не вспоминал, правда. Бля, я че, в шлеме все это время был? Да. По-моему, называется... Так, смотри, возьми ты шлем, я возьму повязку, сейчас я возьму тогда две сигареты. Ой, займи. Почему есть повязка? А, потому что с повязкой сработает. Думаешь? Да, конечно. Не, вот эти, ну, есть шланг, небольшой, маленький, очень. Извините, у вас не будет сигарет? Ну, ай, конечно. Это хорошо, мы тоже не пудем. Ну да, все, по-моему. Я вспомнил. Ты очень странно выглядишь, Андрюх. Представляю, но не хочу. А давай я. А я кепку тогда. Давай. А он тогда шлем. А он боится, он боится. Кого боюсь? Он нас стесняет, он крыльжует сейчас. Первое, что я подумал, опять стирать повязку, когда Глеб я надел. А почему стирать? А я сейчас не потный, посмотри, посмотри. Да я не буду, да все, Глеб, я понял, все. А я не курю, блядь, я просто, у нас челлендж, у нас челлендж. А у нас челлендж, мы хотим собрать 100 сигарет. Короче, мы с Настем собрали. С Настем собрали. Сколько здесь? 20. 20? Хотим 100 собрать. Мы просто хотим 100 собрать. Короче, Лан, спасибо, что не курят. Можешь дать одну? У тебя есть? Нету, правда. Серьезно. Ну ладно, давай. Удачи вам, у нас челлендж. А зачем вы снимаете? А мы снимаем. Нормально трансляция. Да ничего для себя, мы на Twitch стримимим. Мы на Twitch стримимим. Twitch, Spyro, 66,66,66, пять шестерок. Удачи. Блядь, давайте мы идем в отель, я хочу пойти в отель. Да нет, короче, нам надо... Давай положим ему просто в портфель, он меня заебал. Ну да, он тут счет. Да я одену, давай. Надену, надену. Короче, да нет. Так повязку мне дай. Да короче, смотри. Я сейчас буду стрелять сигареты. Да подожди. И раздавать будут сигареты. Да подожди, подожди, подожди. Чего? Еще даже часа нет. Мы стоим не в том споте, здесь очень мало людей. Надо идти в какое-то другое место, я просто не знаю, куда двигаться. Блядь, я хочу есть. Так пошли на Старый Арбат. Я не знаю, у меня прям... Андрюх. Нет, подожди, у тебя есть еще ничего? Старый Арбат. Старый Арбат, это рядом с Баррикадной? Старый Арбат? Нет, я пойду, я пойду. Как это сказать? Комсомольская, что ли, блядь? Сейчас. Арбатская. С Арбатской можно дойти, с Боровицкой можно дойти. Ну, надевай. С Александровского сада можно дойти. Надевать всем. Казал наденешь, давай я привезу. Сейчас, подожди, я привезу. Дай, 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 зряточку. Ой, 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 зайка моя, зайка моя, стой, не уходи, у тебя пауэрбэнк. Да, все нормально. Не только ты с днем рождения поздравила, Андрея, с прошедшим? Не только поздравь. Так меня же забанили, блядь, ты забышь? Да похуй. Не только ты поздравила? Сука, да открой карту, ты ебаный. Вы похавать же хотели, да и успеем еще. Да я дома поем, у него дома очень вкусная еда, у него там брокколи. И все. А, вкусная еда, да? Ревочный сыр. Брокколи. Очень вкусно. Это очень реально вкусно, мне очень понравилось. Хуй в рот тоже вкусно. Открой карты. Блядь, я хочу просто пить, я пить хочу. Да подожди, не говори, я не могу слушать, блядь. Открой карты. Блядь. А, я же блютус отключил, она не откроет никак. Там соединение, нет. А, извините, у вас не будет сигарет, вы не курите? И это хорошо. Блядь. А, мы далеко ушли, да, от КГ? Да, блядь. От КГ? Да. Называется отель. От КГ, да. Ладно, пойдемте, короче, снимем отделение, куда Славу забрали. Есть отель. Поздравляю, Андрея, с днем рождения. Прошедшим желаю поменьше банов из-за дебилов на стриме, чтобы, короче, все нару... Было... Алло, да. Кто это написал? Сколько мы с полом с 23-го дика получали? Кто это написал? Не только... Ууу, блядь, спасибо. А не только, а так... Один канал забанили из-за Глеба дурака. Президент. Вот он, Глеб. Из-за Глеба... Смотрите, меня. Из-за Глеба было забанено два канала. Обалдеть, два канала из-за Глеба. Дебилы. Ну, дебилой. Нет, подожди. Какие два? Подожди. Два, когда ты первый раз приехал и блеванул на стриме. И второй раз, когда мы тебе... Или за агрессию, из-за насилия забанили. А это не я виноват. В смысле, не ты. Ну, твои же щеки были, и тебя не считали. Смотри, как красиво. Не Ток, кстати, представляешь, он девочку из-за попу шлепнул просто так. Из-за этого тоже забанили. Да, из-за этого. Из-за этого, так что... Просто представь, Не Ток. Вот он, Глеб твой. Удачи. Хорошей работы. Молодец, Глеб. Молодец, Глеб. Здесь есть отель. А мы вообще в сторону от Старого Арбата идем. Да, похуй. Короче, почему все катаются на электро этих, блядь, самокатах? Ну, вы тоже взять. А вы, как ты? Не только я тоже так считаю, да. Блядь, я хочу пить, у тебя нет пить. Вот как пьет. Глеб, Глеб. Не только сказал, что ты дешевка. Покажите. Вот, смотри. Просто так ему даже денег за это не заплатили, дешевка, Глеб. Как, за что? Ну, за девочку по попу ударю. А, причем, нет, а причем дешевка-то? Не, мне все равно, я не критиковать не буду ничего, просто... Я всегда считал, ну, старался задеппать, но сейчас я понимаю, ну, все. Все. А почему нет, ну, почему дешевка? Из-за того, что шлепнул по попе? Ну, а... Ну, так это приятно. Она даже... Это шутка, ты что тут разжигаешь междуна... А, извини, не только, хорошо. Не только сказал, это шутка. Все, Глеб, извини, это шутка. Так же приятно, как пукнуть, вот так. Я тоже так считаю, Андрю. Это приятно. Я постоянно вот так вывел, спуярил. Глеб, сейчас написано. Сначала больно, потом приятно, потом немного стыдно. О-о-о. Не только написал, получается. Что написано? Главный универмаг магазина. Универсальный магазин. Пойдем, давай, Глеб, пойдем. Ну, он только закрыт вроде должен. А, нет, кстати, нет. Нет, смотри. А почему там чьи... А где колонка? Блин, Андрюх, ты как гопник выглядишь. Нет? Да. Точно с тиги можно стрелять. А, охуенно. А если я в маске буду ходить, мне, блядь, что будешь, что хоть кто-то не дал? Ну, я здесь не буду ходить. У меня страх. Рустам сначала не хотел... Ой, Рустама не пускали на Калашную площадь из-за маски. Ну, так да. Потом я камеру ментов навел. ОВД Китай-город где? Ну, вообще, мы идем в сторону. Наверное, да? Около 30 уже. Около 30 даже. Многие говорят, что не курят, потому что не любят тех, кто стреляет. Возможно. Если я курил, я бы тоже курил, а я не курю. Даже если бы я шел в сигареты. Я такой... Извините, я не курю. Я обещаю, Андрюх. Да нахуй... Да, попрошайки сразу нахуй идут, блядь. Купи сейчас там сигареты, курим. Охуели, попрошайки ебучие. Реально. Я с стороны музыки буду идти. Давайте. О-о-о, мы здесь на Арбат можем выйти, по идее. Подожди. Да. Это же Никольская, да? Никольская? Это же Никольская. Нет, нам направо надо. А знаешь, где КГ? Вон там. Слышишь, Андрюх? Вон там КГ. А мы туда идем. Вон там КГ, вон туда. Там нужно будет прийти через, короче, подземную херню, и там должно быть КГ. А вы не курите, да? Нет, нет, нет. Нет, я не курю. Ну, ну, не, блядь. Тебе 20 лет. А почему не должно быть? А я популярно. Ну, а почему не даете? Думаю. Да, может, празднее. Тоже, ладно, да. Нет, хорошо. Извините, а если у вас спасение сигарет, я могу вас удастить? Если у вас, то есть? Нет, нет. Да нет, мы просто хотим сопротивляться с сигарет звоночек. Да нет, мы искренне желаем припочек. Мы не ожидали увидеть какой агрессии. Извините за вас. Если вам жаль? Ну ладно. Удачи. Если таких человек пятьдесят в день, то уже как бы напряжено. Нет, а правда, можно вас спросить? Тут часто стреляют вообще? Да давайте обменяемся. Ты тут часто живешь? Давайте обменяемся. Мы вам дадим сотку и дай сделать. А вообще нам тост. Отличное предложение, Глеб. Нет, 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 мы ничего не имеем профи. Да нет, просто мы решили такое устроить, типа, социальный такой тип. А нет, а правда часто стреляют вообще? Часто очень часто. Очень. Даже стики стреляют. Стики, да? Да, да. Я стояла, ждала транспорт. У него ходит девушка и спрашивает, девушка, а у стика не будет? Я думаю, мальчику надо курить, чтобы мы уже не подходили реально. Он просто курить? Нет, я не курю. Я неделю уже, я бросаю. Да, он бросает. У него... У нас закончили сигареты, поэтому он приехал. Нет, нет, я просто пытаюсь... Да ладно, мамочка, у него рак легких через пять лет, там уже все. Сука, ну зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь, блин? Ну мы чтобы дома говорили. Ничего, все нормально. Так это факт. Ты скоро будешь лежать, задыхаться спиной во рту и за сигарет. Это факт. Хорошо, я не буду курить. Проси сам. Глеб, не кури больше. Смотри, вот этим я подэтоню, мне не дадут. Ну ладно. Три возьми. Три, реально? Нет, я там много. Нет, не понять. А? Три. Серьезно? Спасибо большое. Спасибо большое. Реально. Никита. Да, я вижу. Андрюх, ты сейчас обосрался. Обосрался, да? Реально, то есть. Бля, я обосрался. Прикинь, я говорю, мне вообще не дадут мне дали три, блядь. Три сигареты, блин. Я охуеваю, блин. Прикинь, блядь, пять сигарет просто за секунду мы с тобой сделали. Это, блядь, сколько? 50 рублей. Бать мы с тобой две мирки тупо. Мирки, мирки, мирки. Мирки, мирки. Ты ладно, все, пить. А, я хочу пить. Воды? Да. Да, я тоже. Слушай, давай буду просить. Ха-ха-ха-ха-ха. А, я хочу придумали реально, то есть. Водычку. Да, тут красота какая прикольная такая. Ну да. Интересно, сколько лет эти шарики уже года три-четыре? Что ты сказал? Что ты сказал? Нет, ты что сказал? Я сказал, воды. А, воды. Сейчас, воды попросил. Идиот, блядь. Не, рабочий точно должен сто процентов. Думаешь? Пожалуйста. Да, да. Бомжу сигарету. Ну и отлично, Андрю. Хороший поступок. Может, хотелось. Удачи вам. Держитесь крепче. Вам тоже удачи. И вам удачи. Нет, слышь, у нас плюс одна сигарета. В смысле? А там что там? Бля. А ты что взял-то, бля? А. Я отдал пачку. Дебил, тут одна штука. Да копай. Закупай туда. О, тут где-то фарш есть. Можно зайти, купить, купить бургер грибасте, ёбаным. Ща, подожди, подожди нас, щас засыпка. Мужики красавцы. Вот работяги, они самые лучшие. Да, блядь, что ты говорил про тех, которые тебе там не дали, блядь? А те уебаны. Сука, двуличная, а? Да реально лицемер, ёбаный. Почему лицемер? Ну ты сказал, блядь. Вон те уебаны, а эти хорошие. Так тогда не говори, что все работяги красавцы. Ну, которые дают? Молодцы. А которые не дают в ёбища, да? Да. А если у них нет? А у них не может не быть. А. Я уверен, на сто процентов. Леб, ну я бы тебе не дал сигарету. Почему? Потому что у меня их нету. Спросите у кого-то. Ну это другое. Спросите у кого-то сколько стоит шмот по приколу. Я спрошу, я спрошу. Я спрошу. Я спрошу, я спрошу. Я спрошу. Блядь, да они нихуя сюда не засыпаются. Потому что они разные. Раздать сигареты в детском садике. Я спрошу, я спрошу. Они разного калибра, поэтому они не засыпаются. Я спрошу. Я спрошу. Я спрошу. Я спрошу. Я спрошу. Я спрошу. Блин. Амнян. А это Никита. А вы тут участвоваете? Ну там мы проводим социализм. А вы не сообщите про меня секретные данные? Конечно нет. Тогда зачем вы меня? А вы просто поговорите? Мы просто чтобы общаться. А я много чего знаю и я боюсь. Вдруг я вас моими секретными знаниями поражу. И вдруг у вас найдется на язык невыдержанный и побежит сдавать меня. Этим негодяям. Кого? От Коль. Алкоголь купить? Нет. А у вас сигареты не будут? Реально? Правда? Нет. Где здесь? Нет. Ну мы приехали в Ждлякам. Мы там... Да. А что ты говоришь так кстати? Кому? Кто? Кому. Кому? А мы просто хотим собрать. Короче мы такой прикол как думали. Отличный прикол. Ну да. Ни халя себе его блять дарять не хочу. Ахуя. Не знаю. Просто так. Сколько собрали? 40-30. 30 наверное. Вам часто? То есть за ночь планируете собрать? Да. Ладно парни спасибо. Спасибо. Удачи вам в поиск. Пока. Давайте давайте. Ну да. Ну да. Ну да. Ну вообще мне кажется ну чисто вот мы вот подходим к вам. Ну чисто пообщаться. Глеб. Глеб. Андрей. Никита. Ну а я. Поскольку я 46 года. Ого. В полусилене 46 года. В те годы очень много и сильно радовался. Победа. Вся. В 73-74 года. Вся 73-74 года. Вся 73-74 года. Вся 73-74 года. Конечно тогда пришли все Викторов. Все ходили. Да. Вся. Вся до 60-х годов преобладали Виктором. Потом уже, когда Хрущев сделал очень серьезные преобразования, по сравнению со сталинским временем. Хрущев вы знаете, да? Конечно. Это большой человек, народ его очень любил. А вы вообще как, поддерживаете его? И Сталин, народ очень любил. Я помню, в 1953 год Сталин, и вот народ стоял, столбов тогда было много, репродуктов, и по радио объявляли. Уполнение пульса Иосифа Виссарионовича становилось все слабее. И объявили, хотя он умер где-то 1 числа, но 5 года объявили день его смерти. А как вообще было по времени? Нормально, ничего, но хлеба и еды хорошей не хватало. Никаких молоков, всяких кефиров вообще не было, словом кефир не было. На поездах ездили, кислое молоко, кислое молоко покупали там. В Азии айран, кумыс, где-то вот... Там? Ну нет, кумыс нет. Кумыс он такой соленый, нехороший. Кефир он не соленый? Угу. Вот кефир где-то с 65-го года уже пошел, даже с 62-го года пошел кефир. Раньше в вагонах, я помню, в 50-е годы. В вагон заходишь, там ничего нет, только в конце вагона бак с водой. Который, когда едешь по Азии, вечером он весь пустой давно, воды нигде нет. Хорошо, если установка, все выбегают на станцию с бетончиком, ищут где-то кипяток. Чтобы успеть налиться, и еще можно ехать. Чтобы тебя без воды никуда не уедешь. А как вообще сейчас вы поддерживаете Владимира Владимировича? Понимаете, что на Путина народ очень много возлагал. Такие гадости натворил Ельцин хитрым образом. Первый же год он выгнал больше, чем полстраны на улицу, на помойке Ельцин. Слышали об этом, да? Ну да. Слышали. Это, конечно, очень крупное безобразие. И это ему Ельцин никогда не простится за то, что он фактически выгнал. Кого он набрал, он тут же выпустил бандитов из Тюлин. Половину бандитов устроил в Думу. Поэтому Дума пошла рулить, нифига ничего не знает, не понимает. И раз в болото, раз в ветер, раз в страной рулит. Болваны, идиоты. Каждый второй это вор или бандит. В общем, эта тенденция продолжается почти до сегодня. Спросите у народа, вам скажут, что каждый, кто входит в Кремль или выходит, каждый второй это или вор, или бандит. Нет, мы сейчас же не верим. Никаким министрам народ сегодня не верит. У нас сейчас 20 лет уже практически правит Путин. Чего 20 лет? Владимир Владимирович Путин правит. Понимаете, какая штука? Что правит, эта вещь такая сомнительная. В театре более принято выражение короля играет окружение. Никакой король сам лично нигде не правит. Ему помогает и обеспечивает правление окружением. Если специально с детства воспитанный на любви к царям... Нет, надо же что-то менять. Правильно. Он первый Грибоедов слышал такого, да? Горе от ума. Да, да, да. Вот он первый там говорил, Антон Антонович Загорецкий и прочее, что кто что ни говори, а все же таки цари, все же там насмешки над орлами, над царями и так далее. Тогда он очень боялся насмешек над большими людьми. И вот Грибоедов смело показал, что не только верх, но и среднее общество насквозь продажное. Как только умный Грибоедов взял Грибоедов, как вы считаете, знаете, что София, да? Откуда он Софию взял, Грибоедов? Мне кажется... Это сестра Петра Первого, знаете? Да, была София, она старше его намного. И она правила тем, что ничего нового в стране не было. Все только старинными образами и большими бородами. Вот Петр начал новшество делать. Но вот София ему мешала, устроила стрелецкие бунты. Это самая София, негодница. Вот откуда взял имя Софии от сестры Петра Первого. Он не забил сигарету? Нет, я не пью. Очень хороший человек. А вы раньше пурили? Я много чего рассказал. А вы раньше когда-то пурили? Даже просто вот... Разочек попробовал, увидел, что не малейшего смысла. Просто понимаете, вот этот молодой человек... Нет, он гуляет. Он с 8 лет гуляет. Я бросаю, я бросаю. Он с 8 лет гуляет, ему сейчас 20, и он уже 13 лет гуляет. Что за ложь? Это клевета. Нет, просто его недавно забрали в больницу, у него уже... Да не было такого. У него диагностируется рак легкий. Да такого не было, блядь. Он сейчас расскажет все, что угодно. Такого не было. Просто у него проблемы... Вот посмотрите, вы видите, вот легкие, вот они здесь. И его диагностировали рак легкий. И он уже думает, что пора уже бросать. Как вы думаете, откуда и для чего этот вирус... Коронавирус? Да, образовался. Так вот для него. Для дурака. Вот Америка обвиняет Китай в этом вирусе. Знаете, да? А как на самом деле? На самом деле, есть такое понятие, масонские ложи. Угу. Слышно, да? Да. Там нельзя ничего записывать. Все только на уст, на словах. Угу. Ну и много там всяких порядков. Короче говоря, у масонских ложь сколько хочешь денег. Потому что там никакие не бедняки, а очень самые главные люди, планеты собираются. Их списков неизвестно никому. Кто там, чего там. Решение этих масонских ложь почти обязательное для всех стран мира. За небольшие деньги они попросили вирусных лабораторий, которых больше сотни по миру разброс американских. Само американских. Избрести. И за деньги избрели этот вирус. Эти лаборатории. И вот ввиду того, что сейчас праздник, 75 лет, придумали очень хороший, сильный, мощный способ поиздеваться над народом. Угу. При помощи этого вируса. Это вирус слабее многих других всяких вирусов. Но такого безобразия, чтобы издеваться над здоровыми людьми, якобы вылечивают больных. Это вопиющее безобразие. Все страны приняли эту моду на издевательство над здоровыми людьми. Которые никогда не было ни в какой стране, ни в какой истории раньше. Это новое изобретение. Так сказать, договорились до этого. Ну вот одна Беларусь только адекватно ответила. Ну, Беларусь настолько мала, что есть она и что нет. Ну и молодцы. Для планеты не имеют адекватного. Ну адекватно приняли борьбу. Ну как это приняли борьбу? Ну как по-русски это понять? Как это приняли? Показали фигу. Кому? Вирусу. В каком смысле? Опять объяснить. Вирус пришел и они вот так вот фига тебе вирус. Ну это правильно. Лукашенко молодец в этом. Да, в этом отношении он молодец. Но Беларусь очень мала. Чего-то из себя строить. Даже Украина. Вообще-то большая. Я европейская страна, но с точки зрения планеты. Вот он с Украины, кстати. Нет. Это маленький Клопик. Вот он Клопик. Нет. Это Клопик. Это Клоп, да. Клопа как-то ядный. Ну, украинцы сами они про себя много чего говорят. Ну а эти вот украинцы, они там что-то расскажут эти украинцы? Вот он стоит, блядь, Клопик. Украина, конечно, пользуется отсталыми всякими языком отсталыми. Ну да. Он близко к Польше, который... Слышал Саша, слышал. ...как очень хитрая нация. Он очень хитро. Мы сейчас идем здесь и он говорит, мне сало, сало надо мне. Вот идет. Пестриценко. Мне сказали, что на границе они... Многие смотрят, чего... Потом говорят, ищите поляков, поляков ищите. У них надо особенно проверять. Потому что это самые обмананные люди, как говорится. Ну и украинцы. От них набрались виновны. А ведь Польша помнит большую власть в Европе. Вот это портит поляков. Но некоторые люди у них удаются довольно крупные и крепкие... Ну вот он, крупные и крепкие. Вот он стоит. Так что у польской нации есть такие заслуги, что у некоторых она... Ну как бы белая кость. Знаете, что такое белая кость, да? Слышали такое выражение? Я не знаю. Белая кость. В школе я слышал, но я не помню. Элита, как бы, которая белогвардейская, как говорится. Ну, белая кость. Которая не позволит себе пачкать руки простым... Ну да, жизнь. Рабочим трудом, как говорится и так далее. Эта тенденция, к сожалению, сохраняется сегодня. Поляки все еще надеются на что-то такое. Пойдем мы, наверное, нашу белую кость покормим салом. Спасибо вам за ваш рассказ. Спасибо за приятный разговор. Я много чего, как говорится, знаю. Спасибо. Дай вам Бог здоровья. Спасибо вам большое. Этот мир, к сожалению, легко подвержен вот этим заговорам масонских лож. Мы будем аккуратно спросить. Вот, например, этот вирус, ну, откровенное изобретение маленькой кучки негодяев, в которой как минимум половина америкашек. Мы будем держаться аккуратно. И другие. Но иногда америкашки и правильные решения делают. Иногда. Чаще всего... А вот наш Кремль иногда и неправильные делают решения. Ну да. Там по-всякому бывает. Вот поэтому я хотел сказать спасибо вам за полученное сегодня знание. Имейте свежую голову и вам все эти безобразия откроются прям как дважды два. Спасибо. Пойдем кормить нашу белую кость салом. Спасибо. А сегодня на планете много безобразий. Согласны? Согласны, конечно, согласны. Спасибо. Вам это исправлять. Буду. Хорошо, мы постараемся. Обязательно. Хорошо, удачи вам. Спасибо. Спасибо большое за разговор. Сука, Глеб опять не доволен. Почему? Ну вот почему? Ну ладно, я не доволен тем, что просто мы долго слушали его. Но я старался хоть как-то разбавить министер, но Глеб опять не доволен. Так. Пойдем. Будем перекрывать его. Нет, не вода нужно. Опять, блядь, ёбаные американцы, ёбаные, блядь, опять они, да. С одной стороны написано с 10 до 10, да?